Всем доброго здоровья и мир вашему дому! Сегодня я хотел поделиться очень вкусным рецептом приготовления соленого сала. Значит, берем сало, делаем раствор воды, 10 литров, и добавляем туда килограмм соли. Кипятим, остужаем, заливаем сало, ну, в какую-то емкость. Держим 3 дня. Потом сливаем эту воду, опять делаем такой же раствор соленый, но добавляем туда лавровый листик. Кипятим, остужаем и опять заливаем сало. Все это, получается, стоит 3 дня, опять сливаем, раскладываем сало куда-нибудь, оно стекает. И самое интересное, говорю секреты. Итак, первый главный секрет, это то, что я все делаю с молитвой. Господи, благослови, все перекрестил и начал делать сало. Значит, чеснок, берем, жмем на чеснокодавке и натираем сало. Вот, со всех сторон. Тщательно натерли чесночком кусочек сала и обсыпали его смесью перцев. Черный перец, красный, душистый перец, ну, у кого что есть. Очень необычно озвучить фраза, когда работаешь салом, что я тут немножко насвинячил. Но это мы приберем. Дорогие, жалко, что, к сожалению, YouTube не может передавать вкусы и запахи, которые сейчас тут обитают, витают в воздухе. То есть, мы уже все в предвкушении. Очень вкусно. Но я надеюсь, что когда-нибудь Тилан Маск все-таки придумает что-нибудь, чтобы запахи и вкусы можно было чувствовать, сидя у себя за компьютером, телевизором или за телефоном. Но об этом мы узнаем в следующей серии. Теперь, когда мы все это натерли, приготовили, сало убираем в морозилку. Значит, оно там замерзнет, остынет, и уже, в принципе, оно готово к употреблению. Остальное сало лежит, когда нужно, достаешь оно как свеженькое. Я рассказал все основные рецепты, секретики. Но самый главный секретик я покажу сейчас, чтобы сало было вкусное. Итак, самый главный секрет, последний, это иметь своих свиней, вырастить и потом сделать из них сало. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok